Небесный утешитель души истины, и живи везде сын, и вся исполняй сокровища благих, и жизни подозрил, прийди все битерны, и очистены от всяких скверов, и спаси благослови наши занятия, прибудь с нами, не дай нам уклониться в заблуждение, да будет все по слову Твоему, в любви, согласии, единомыслии, хвала Тебе, честь, поклонение, Отец и Святой Дух, Аминь. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа, Аминь. Так, мы продолжаем изучение 9 главы 1 послания к Коринфянам святого апостола Павла. Напомню, на прошлых занятиях речь шла о том, что апостол Павел пишет к Коринфянам о том, что он проповедовал безместно, не брал платы, хотя и имел власть врач питаться за счет учеников, но этой властью не пользовался. И далее вот он продолжает эту мысль, почему он так делал. Итак, первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 19 стиха. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждый закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощный. Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторые. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Итак, перейдем к толкованию. Первое послание Коринфянам, 9 глава, 19 стих. Еще раз его зачитаю. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести». Толкование, блаженный Хеофилат. Говорит еще больше, я не только не брал, хотя имел власть, но и будучи свободен, не будучи никому подчинен, без постороннего побуждения, сам поработил себя всем, ни одному и ни двум, но вселенной, не для того, чтобы угождать всем лестью, но чтобы больше приобрести верующих. Ибо приобрести всех невозможно. Ну, тут вроде понятно все. Есть вопросы? Геннадий Тихонович, что-то... Я не вопрос, почему решили так? Сначала считать большим пакетом, а потом заново повторять. Так никогда никто не делал. Ни святые, ни златоустые, никто. Считай определенно, как раньше было-то. Зачем же это так? Совсем непонятно, для чего так считать, а потом назад возвращаться. Мы же не по перекопам аммония делаем-то, а по стихам и главам. И он именно так и толковал, по стихам. Я в прошлый раз не сказал, думал, может, ошибка была. Никогда этого не было, ни один святой отец так не делал. Что это за мода такая, я даже не понял. Вот по порядку открыли 19-й, прочитал, так дальше идем. Считаю, что это неправильно было сделано. Я считаю, что правильно. Первое послание к Коринфянам, 9-я глава, 20-й стих. Для иудеев я был, как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был, как подзаконные, чтобы приобрести подзаконные. Толкование. Например, когда обрезал Тимофея, деяние 16-3, не сказал иудей, но как иудей, чтобы показать, что дело это было с особенной целью. 1-й Коринфянам, 9-я глава, 21-й стих. Для чуждых закона, как чуждые закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Толкование. Разумеем, празелитов или тех из иудеев, которые уверовали, но еще держались закона. Было это тогда, когда он остриг голову, деяние 18-18, когда принес жертву по обряду очищения, деяние 21-26. Делал же это с особенной целью и для видимости, чтобы исправить тех, которые делали это по убеждению. Под беззаконными, разумеет, или тех, которые не имели закона Моисеева, которые обратились из язычников, каков был Корнилий, деяние, глава 10-й, и посещая которых, Павел снисходил к их слабости. Или и греков, которым тоже применялся, например, когда держал речь пред афинянами. То начал ее с жертвенника, бывшего у них, и учил о Христе, не как о Боге, но как о человеке. Об этом читаем деяния 17-22-23-31. «Ибо ничего такого они не могли понять, но и его почли за одного из богов своих, каковы у них были Геркулес и Скулап. Везде прибавлено слово «как», дабы ты знал, что Павел только казался, а на самом деле не был таким. «Дабы не подумали, что Павел в беседах с чуждими закона переменял свой образ мыслей, говорит, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, то есть имея закон, высший древнего закона, закон Христов. И для чего же? Для того, чтобы приобрести чуждых законов». Пахование закончено. Вопросы? Геннадий Михайлович, вам слово. Вопрос. Вот сегодня быть для всех. Как? Мы живем среди русских людей. И тут разное. Никаких конфессий и динаминаций нет, говорят, и ереси. Разные ереси есть. Как я должен себя вести с баптистами, с пятидесятниками, с адвентистами седьмого дня, открыто выступить и сказать «я православный», когда уже отношения налажены, или говорить, чтобы они даже и не знали, не догадывались, что я православный. Какой вариант избрать? Второй. Я православный. Открыто говорить, что я православный. Ну а Павел-то так. Он говорил, братцы, говорит, для чуждых закона, как чуждых закона. И даже в исполнении. Но всегда ли это можно делать? Для всех сделал совсем. Я практически за полвека ни одного не встретил. Упертый, намертво. Каждый. Ну вот и реши. Ты пришел к староверам, к старобрядцам, беспополцам. Ты сможешь сделать, чтобы они приняли от тебя? А ты бенебритый. А у них безбородом даже разговаривать не будут. Но ради того, чтобы приобрести этих людей, добрых людей, исконно русских, ты будешь с бородой или нет? Вот это взять. Посты не соблюдаешь. Но теперь ради спасения других все, больше этого не будет. Еще две недели наступит Великий пост. По боку эти вожделения все. Как мне одна пишет, я не хотела, я теперь православный. Но два дня не дождалась, а кончится пост. И нажралась, говорит, пельменей. Вот и все. Поэтому для всех сделать совсем, это надо иметь особый талант, харизму. Молиться, когда тебя не будет. Это не твое. А если ты не можешь никому уступку сделать, ну, в главном-то уступку не делал апостол Павел-то, а во второстепенном-то, ну, сказали, волосы остричь, вместе с теми, которые на зарейство брали на определенное дело, он и пошел. Но если бы ему сказали, что теперь ты скажи, что Христос не есть истинный Бог, то, конечно, на это не пошел бы. То есть здесь надо знать очень много. И главное на первом месте это смирение. Если кто-то пожелал, я бы рассказал. Очень интересный случай. Все, пока. Рассказывайте. Очень интересно слышал. Дорогий Павлович, раздумья. Первое Коринфянам, 9 глава, 21, прочитали, 22. Для немощных был, как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделал со всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторое толкование. Так и теперь для вас, по причине нетвердости вашей в убеждениях и удобопреклонности к соблазну, я не захотел питаться за ваш счет. Да и в тех случаях, когда он по немощи слушателей не говорит ясно о божественности сына или о божественности духа, знай, что он становится для немощных, как немощный. И что перечислять многое? Я ко всем применялся. Хотя я не надеялся спасти всех, но желал спасти, хотя немногих. А это еще более удивительно. Но трудиться до изнеможения ради немногих, великое дело. Прибавил, по крайней мере, чтобы утешить учителей. Ибо хотя никто не спасет всех, но немногих, без сомнения, спасет. Потому не должно оставаться в бездействии. Вопросы? Я был знаком с одним пятидесятником, и он не брился. Борода у него была. Ну, беседовали с ним на духовные темы. И потом он смотрит бритвы. Я говорю, а ты что, друг? И он мне вот этот стих приводит. Для иудеев был как иудеев, чтобы приобрести иудеев. У меня, говорит, от адвентистов, ой, от пятидесятников ушел в адвентисты один. Побрился. И я, говорит, чтобы его обратно вернуть пятидесятникам, сбрил. То есть, я говорю, да там же написано, не будет чушь закона. А дальше-то, то есть, он пошел на такой шаг, чтобы его вернуть. Для этого сбрил город. Я говорю, так, к законам-то запрещено бороду-то брить. Зачем так сделал? Ну, вот, чего его, как говорится, подвигло вот так вот все. Ну, интересный был момент такой. Может, он мне лукавил, не знаю. Для чего. Это просто был предлог у него и показал на местописание. Вот и все. Он просто захотел сбрить его. Вот. Может быть. Продолжаем. 1 Калифонам, 9 глава, 23 стиль. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Толкование. Благовестием называет верующих, которые спасаются через благовестие. Как и выше сказал, от благовестия жить, то есть, от верующих. Я, говорит, поступаю так для того, чтобы мне вместе с верующими быть соучастником в венцах. Говорит так не потому, будто дел это из-за награды, но для того, чтобы убедить их делать все для братьев в надежде получить благо небесное. Заметь, смиренно-мудрый апостол, достойный первенства, он в участии в благах, поставляет себя наряду с верующими вообще. И комментарий на слова «спасаются через благовестие». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Кто из верующих слышал эти слова от своих пастырей, что они спасаются через благовестие? А если нет благовестия, то, следовательно, нет и спасения. Найдет ли Господь верующих на Руси, когда явится во второй раз? Если спросить православного, как он обратился к Богу, то он может сказать, что он обратился через благовестие. Я могу сказать. Ну и вот здесь попутный вопрос. В 23-м стихе говорится о Евангелии, а толкователь говорит о благовестии. И такой вывод направлен, что это слова-синонимы. Евангелие, оно в переводе означает «благая весть». Чтобы понятно было. Правильно я рассуждаю, да, Игнатий Тихонович? Конечно. Благая весть, какая это благая весть? Что мы спасены даром. Но это не значит, что теперь надо ничего не делать и сидеть, сложить эти ручки, уверовал и все. Нет, апостол Павел, он дальше потом говорит, что он усмиряет и порабощает тело свое, дабы проповедуя другим, тому не оказаться недостойным. Даже учитель, учить других, и то он опасается за свое спасение. А что говорить о других? Сегодня как раз батюшка у нас говорил проповедь о вере и о религии. Что есть люди религиозные, которые все бред соблюдают, в церковь ходят, там все. А веры нет. Как такое может быть? Вот к религиозности. Вот как, 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 так, тихо, если подмыть, там бабушки, наверное, бабушка ходила, там что-то там, свечки, ладанки, там, иконки. Так, и все, и все. Так, вопрос. Да, мне тоже ни разу из православных за мою жизнь ни один не подошел, не благовествовал. Только пятидесятники, протестанты подходили. Вот хотя через них, вот я пришел к ним, в их, как они считают, церковь. Сейчас она не считается, церковь, я не считаю церковью. И только через благовестие Игнатия Диконовича, через ваши беседы, начал с вами познакомиться, маленько общался. Я пришел к православию. Вот. Ни один, ни один православный не проповедует, не говорит. Они замыкаются в своей вере, ходят тихонько и никому ничего не говорят, никому ничего не рассказывают. И когда с ними начинаешь говорить по Библии, то, что вот я был научен по протестантизме, ни один ничего не знает. Ни один. Да, вот это беда наша, и нужно разделять этих людей, называющих себя православными, да и не о вере здесь речь. Я говорю, у них, да, бабушкина вера, так сказать, религиозная. То есть, а внешняя атрибутика, а внутреннего духа-то нет евангельского. Они не понимают смысла, но все, страсть у них к иконам может быть, к этим вот, я не знаю, к боголепию, к храмам. Господь говорит, камня на камне не остался. И тогда тоже говорили, храм Господний, храм Господний. Беда наша, да. И фарисеи-то, они тоже внешне все соблюдали. И Господь камень обличал. Но Он говорит, все, что они говорят, делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят, но не делают. На показ. Молятся на показ. А внутри гробы, говорит, окрашенные. Внутри, хоть волки хищные. Поэтому мы не можем быть одинаково духа с людьми, которые называют себя православными, а евангельской веры не знают. Поэтому и такая вот ситуация нездоровая. Продолжим. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить толкование. Доказав, что нужно снисходить к братьям, ведет к ним речь уже более строгую. Слова его имеют такой смысл. Не думайте, что для спасения вашего достаточно уже того, что вы уверовали и вступили на поприще церкви. Нет. Этого мало. Подобно, как и для бегущих на листалищах, мало просто бежать. Но нужно еще бежать безукоризненно и при том до самой цели. И кто так бежал, тот только и получит награду. А вы в опасности не получите ее. Потому что, зная более чем другие, пренебрегаете братьями и вкушаете идоложертвенное. То есть, опять он возвращается к совершенным братьям, которые еле идоложертвенное, не заботясь о братьях немощных. Для которых идолы что-то значили. То есть, их веры не хватало, что идол в мире есть ничто. Идол он никак повредить не может, но в то же время может, когда человек немощный и верит, что от них какая-то энергетика или что-то там исходит. Поэтому ради них, апостол Павел говорит, не буду есть мясо ловить. Он не сказал идоложертвенного, вообще мясо. Не сказал свинину, вообще мясо и все, отрезал как вот. И все. И теперь, как говорится, не подкопаешься. Вот это истинная любовь ко всем. То есть, для всех я сделал со всем. И далее он пишет, 25 стих. Все подвижники воздерживаются от всего. Те для получения венца тленного, а мы нетленного. Вы, говорит, должны бежать так, чтобы получить. А этого не бывает без любви, которой вы не имеете. Хотя вы и почитаете себя совершенными, но несправедливо. Ибо вы еще не достигли сего. Намекая же на то, что у них много было недостатков. Ибо между ними водились чревоугодие, блуд и пьянство. Говорит, все подвижники воздерживаются от всего. Не от того или от другого, но от всего воздерживаются. Итак, признайтесь, что вы еще далеко не совершенны. И узнайте, что получение награды обуславливается воздержанием. Это уже обличение. Они воздерживаются для получения тленного венца. А мы не делаем этого и для венца нетленного. Вопросы? Ян Затаус говорит так. Ты знаешь за собой, какой порог? Начинай бороться. Прошла она неделю, но имеется в виду серьезный порог. Курил там. Целую неделю трудись этим. Вот если каким порогом был одержим, пил водку, там прочее, теперь даже от воды воздерживайся. И при том так непрерывно, чтобы не искушать Бога. Прежде чем приступить к молитве, Серахов говорит, исследуй себя. Что сказать? Бог подает помощь. Мне приходилось беседовать с марафонцами. Он у меня близкий друг был. Ну, там они бегают 42 километра, 195 метров, кажется. Я его угощаю, он говорит, а нельзя это есть. А почему? Это тяжелая пища. Я его посетил в армии, и в армии он там только пришел, и сразу особое положение дали. Он спортсмен, сразу ему дали над другими быть. Это очень серьезное дело. А здесь, я говорю, а ты когда уверовал? Ну, я недавно уверовал, там, три года. Три года недавно? Да как же ты, недавно-то? За это время уже можем институт по-хорошему кончить. А ты знаешь, из чего состоишь ты? Павел говорит непрерывно, в бдении, в посте, в молитве. Первый день и сегодняшний отличается друг от друга? Нет. Ну, сколько ты спишь? Восемь, иногда девять. Это христианский сон, восемь-девять? Ты посмотри в житиях святых, и какие люди даже мерзкие, вот кости, когда стращивают разлом какой-то в ноге. Ну, кто его не знает? Елизаров. Ну, конечно, Елизаров. Ну, он сколько спал-то? Три часа. Займись им, заряди его, посмотри, как он делал. Я, говорю, днём преподаваю в университете, вечером там занимаюсь, а ночью, он иду, говорит, в свою механическую мастерскую, и все эти шурупы, там, какие он делает, натяжки, это делаю. Надо просто увидеть вчерашний, ты уже не должен быть сегодня. Вот Антони спал, допустим, два часа, а Арсений Великий говорит, для монаха достаточно одного часа. Да как, как, это возможно? Леонардо Давидович говорит об этом, три часа. И как? Сон должен быть не сразу, целиком. Проспал ты, там, полтора часа-два, в это время бодрствуй, а потом опять. И вот так, чтобы у тебя набралось не больше трёх часов. И ты увидишь, как у тебя всё время бодрое настроение будет. Но это не сделать. Я могу о себе сказать. Я забунтовал однажды. Стал убирать, и дошло у меня два с половиной часа. На этом остановился. Дальше было тяжело уже. Ну, тяжело, засыпать стал. Два с половиной часа, организм втянулся, и, так а сколько ты сделаешь? На боку лежишь, что ты можешь узнать? Непрерывно, чтобы у тебя какие-то знания поступали, записанные где-то, найди, скачай, божественные, запоминай. Ничего не делают. Свободное время на работе. Сделай какие-то конспекты, изучай китайский язык, если нечем заняться больше. Старики-то, маразматики все. Их учат доста читать заново. То есть воздерживаться от всего. Не нужно. Не нужно дружбу прекратить. Не нужно там просмотры всякие глупые. Переписку с банки. Всю эту болтовню отбросит. Ты христианин, все должно быть по-другому. Сожми время, чтобы оно целиком и полностью, сто процентов от всего сердца у моей крепости были посвящены Богу. Тогда будешь что-то знать, а не завидовать. У меня была одна в лагере такая, кандидат наук. Ей завидовали, ее упрекали. Она говорит, когда я училась, добывала знания, вы за мужиками ухлестывали. Поэтому результат другой. А если ты знаешь много, то как подойти, у тебя и успех будет. Обязательно. Без этого никак. Воздерживаются. Я хочу напомнить, вот пели всемирно известный футболист. Он кривобокий был. Мать его повела к таким людям, где там что сделали с ними, кем он стал. Первое место занял. Это зависит и в духовном плане. Не мог поститься. Начинай. Сейчас идет пост. А не так, что я не могу. В какое время? Сколько воды выпить? Ты молодой организм. Тебя судороги не стянут. Ну и в любом месте так. Читать, поставь себя за правила. Не лягу спать, пока не прочитаю главу из Нового, завета из Ветхого. Пока не высчитаю правила вечерней молитвы или утренней. Ничего этого нет. Значит ничего и не было. Воздержаться от всего надо. А что, женщина, главное болтливость. Ты по телефону научись, говори. Да, нет. И все на этом кончилось. И все успеешь сделать. Отошел. Еще вопрос есть? Продолжаем. 1 Коринфянам 9 глава 26 стих. И потому я бегу не так, как на неверное. Бьюсь не так, чтобы только бить воздух. Толкование. Что это значит, как на неверное? То, что я все делаю с целью. Когда обрезываю, когда стригусь. И ничего не делаю без мысли и без цели, как вы. Ибо какая цель есть, идоложертвенная, когда другие погибают из-за этого? Решительно никакой. Посему, делая это без разумного основания, вы бежите на неверное и без цели, и напрасно. Как превосходный учитель, апостол сам себя прямо выставляет в пример. Я имею, кого поражать. Именно дьявола. А вы не поражаете его. Но совершенство знания употребляете на суету. Ну и действительно, если ты знаешь, что идол в мире есть, ничто и... А зачем есть тогда? Ну и знаешь, и знаешь, молодец. Но какая необходимость есть-то его, это мясо-то? Нет никакой. Правильно, Хофилак толкует его. И далее апостол Павел пишет в 27 стихе. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Толкование. Здесь указывает на то, что они преданы чревоугодию и извиняют оное под предлогом совершенства. «А я, — говорит, — переношу всякий труд, чтобы жить целомудренно, ибо усмиряю, сколько, — глаза подбиваю, значит, бьюсь с телом. Этим словом называются синяки под глазами, которые бывают от побоя. Итак, апостол хочет показать, что борьба с природой — подвиг многотрудный, ибо тело, — говорит, — очень самовластно и сильно в противоборстве. Поскольку же сказал «усмиряю» и упомяну о синяках, то тотчас присовокупил и порабощаю, дабы ты знал, что тело нужно не уничтожать, но как раба своевольного укращать и подчинять, что свойственно господину, а не врагу. Некоторые же думают, что это сказано в смысле более тесно вместо «изнуряю голода». Но такое мнение несправедливо, ибо тогда должно было бы стоять другое слово. И через это возбуждает их к большей трезвости. Ибо если мне, говорит, недостаточно для спасения проповедовать и учить, но нужно еще представить самого себя беспорочным во всем, как же вы можете спастись одной только верой, когда вы служите столь многим страстям? Глава нет, закончено. Как можете? Вопросы? Вот здесь нам толкователь говорит о синяках под глазами. Это... Но в самом Евангелии про синяки ничего не говорится, просто усмирение и порабощение. Ну и действительно, если порабощать, то под глазами синяки от трудов, наверное, да? Бывает. Игнать Тихонович? Никаких синяков нету. Это если только поститься, синяки под глазами. Это он говорит, когда идет борьба, вот борьба без правил, то и пинают, и бьют. Главное держать победу. Вот так мы бьемся с плотью. А что это наш храм? Да никакой не храм. Табаком воняет, как череповецкий комбинат. Меланжи, это... Сталь выплавляет. Толстый. И толкует о чем-то. Смирять надо плоть свою. А она бунтует. Я не могу поститься. А святые советуют. А ты, говорит, зажми ее. Она по поросящей визжать будет. Ты скажи, мало ящить, мало пить, здраво будешь. Тебе не надо будет таблетки глотать. Вот и все. Ты с ней разговаривай, как с рабой. А ты ей подчинился. Душа всю жизнь подчиняется плоти. Сдумал, все. Ну, один раз развелся. Успокойся на этом. Нет. Пошел опять на площадь искать. Как Яна Москаменский говорит. И там на весах взвешивает. У кого больше соплей. Ну и дальше что? Тебя Бог освободил от этого. Чего плахать-то, рыдать? Ты наоборот скажи, слава тебе, Господь, ныне отпущаешь раба твоего, владыка. Отошел, Благов. Итак, начинаем 10 главу. Первое послание Каринхина. Первый стих. Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море толкований. Перечисляет, скольких даров удостойны были иудеи от Бога. И объявляет, что и после этих даров многие не угодили Богу. Говорит же это с целью доказать, то как иудеям не послужило в пользу получение обильных даров, тогда как сами они не выполнили своего долга, так и вам не принесет пользы то, что вы уверовали и удостоились духовных таинств, если вы не представите себя достойными благодати Божией. И они прошли через море. Книга Исход, 13 глава, 21 стих и 14 глава, 22 стих. Вопросы? Продолжаем. 1 Коринфянам, 10 глава, 2 стих. И все крестились в Моисея в облаке и в море. Толкование. То есть вместе с Моисеем были под сенью облака и вместе перешли через море. Ибо когда увидели, что он первый переходит, тогда и сами смело пошли среди вод. Подобно сему и у нас. Первый умер и воскрес Христос. Потом и мы уже крестились, подражая смерти его через погружение в воде и воскресению через восхождение из нее. Крестились в Моисея. Это значит, он предшествовал им в образе крещения. Ибо нахождение под облаком и переход через море прообразовали собой крещение. Вопросы? Игнать Тихонович. Что тут говорит? Тут все понятно. Погружение означает так. Они же шли в море. Вода была со всех сторон, хотя ее и не касались. А три как погруженные в море шли. А кроме того-то мы не знаем, сколько там, какие брызги были, что как в облаке, даже в облаке. И то считается, что крещен. Это прообраз был. Они были одевшие, конечно, не раздетые. По-нашему никакого погружения не было, но это только прообразовало крещение. Они погрузились в пучину моря, которое не сошлось. А над пароном сошлось. И поплыли трупы. Все. Первое. Карифонам, 10 глава, 3-4 стихи. «И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Паркование. «Как мы по получении крещения вкушаем тело владыки, так израильтяне по переходу через море вкушали манну». Исход 16 глава, 4-15 стихи. «И как мы пьем кровь владыки, так они пили воду из твердого камня». Исход 17-6. «Называет манну и воду духовными, потому что они, хотя были чувственные, но происходили не по закону природы, а по благости духа. И питались телом и души, и приводили к вере. Что касается пищи, то не требовалось никакого подтверждения, ибо необычайность ее сама собой очевидна». Но относительно питья нужно было подтверждение, потому что необычен был только способ изведения оного. Поэтому и говорит, «Не природа камня дала воду, иначе он источал бы ее и прежде, но совершил все иной камень, именно Христос». Словом, последующего выразил ту мысль, что Христос всюду был присущ им и все чудеса совершал. Вопросы? Игнар Тихонович, есть что сказать? «Я считаю, что апостол Павел вот это, как говорится, за уши притягивал. Если бы был неверующий, так и сказал. Пили из камня». Ну, это понятно, разверзлась, израильтяне видели. А камень этот, Христос, да ни один не думал, он сам этого не знает. А это Павел говорит так. Но так как это стало каноном, теперь вопрос отпадает. То есть это настолько плотно закрыто от нас, что нам трудно даже понять. Причем тут Христос? Ну, камень, скала была. Он согрешил-то, неужели из этой скалы изводить воду-то? И Господь сказал, «Ты не войдешь в обетованную землю». И он ударил еще. Этого тоже не надо было делать. Только скажи, скала, дай воду. Это все понятно, чудеса. Но что это прообразовало, да при том вершину тайны Христового воплощения, даже намека никакого нет. Совершенно. Я когда смотрю, как Павел доказывает, как миссионеру, никакой был этих вопросов. По-человечески. Но когда знаешь, что это канон, и какой у него был успех, теперь все мои знания, пху, ничего не значат. Ничего. И я теперь только повторяю, да, камень. Но сколько там было сокрыто. Потому что Христос дал эту воду. Он ее извел. Извел по своей благости. И поэтому те, когда нападают евреи или мусульмане, они особенно не любят послания к римлянам. Мы должны вот это ему показать. Да, доказательство кажется неосновательным. Но единственное верное, другого нет. Мы говорили, он видит гора Синай. Ну, гора-то все сегодня идут на эту гору, туристы. А он говорит, гора означало Агарь. Ничего себе, гора женщину. Это не все говорит. А Агарь означало Старый Иерусалим, который в рабах. Так и руки опустишь. Ну, надумал. Грамота твоя доводит тебя до сумасшествия, как ему сказал один правитель. Но это канон. Дух Святой нас просветил, и мы говорим, да, здесь тройная подкладка. И он вскрыл это все на сегодняшний день. Нужно быть благодарными, что были апостолы, были пророки, были толкователи. Это шел. 1 Калифонам 10 глава 5 стих. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Толкование. Хотя Бог явил им много знаков в любви и удостоил их весьма многих благ, так, однако в большинстве их он не нашел угодного себе, не благоволил. Ибо отвергнуты были не все, но многие. Словом, не о многих выражает ту мысль, что множественность их нисколько не послужила им на пользу, когда они со своей стороны не явили дел любви к своему благодетелю. пловом поражены были, указывает на внезапную погибель их и на казни, не спосланные от Бога. Вопросы? Первое коимфонам, 10 глава 6. Сережа, сколько человек сегодня у нас здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть. Ну ладно, ладно, не буду говорить пока. Я седьмой, вы восьмой, Володя девятый, Никита десятый. Батюшку увези на операцию, чтобы помолились. Аппендицит. Первое коимфонам, 10 глава, 6 стих. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Толкование. Как благодеяние, так и наказание иудеев были образами. Показывает, что грешники из христиан не только будут наказаны, но гораздо больше, чем иудеев, поскольку благодеяние сих были образами, а блага тех истина. И как в дарованиях преимущества на стороне христиан, так и в наказаниях. В словах, походливый на злое, говорит вообще о всяком зле. Ибо всякое зло от похоти. Иакова 1 глава 14-15. Потом выставляет и некоторые виды зла. Чему же они были походливы? Они требовали чесноку, мяса, особых богов, как и сам апостол далее указывает на их идолослужение. И седьмой стих. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано «Народ сел есть и пить, и встал играть». Толкование. Начало касается тех, которые ели в капищах, и показывает, что как израильтяне от чревоугодия не спали в идолослужение, ибо составив хоры около тельца, они играли перед ним, так и вам, по чревоугодию, вкушающим идоложертвенное, угрожает опасность сделаться идолослужителями. Где же посему твое мнимое совершенство, когда ты близок к идолослужению? Вопросы? Ну вот он из совершенных остерегает. Знание надмевает, знание без любви. Очень близко к идолослужению. Восьмой стих. Первый коринфянам, десятая глава. «Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их двадцать три тысячи. Толкование. Опять упомянуло блуде, чтобы через постоянное обличение сделать слово свое более действенным. Этот грех также рождается в чревоугодие. Когда же погибло двадцать три тысячи? Когда по совету Валаама жены мадиамские явились при ополчении, завлекли к себе юноши и через блуд склонили их к принесению жертвы Ваалфигору. И погиб народ, находившийся в ополчении». Книга чисел, двадцать пятая глава, с первого по девятой стихи. И на слова блаженного ферфилакта через постоянное обличение сделать слово свое более действенным, Игнатий Тихонович дает краткий комментарий. «Проповеди современных пастырей не имеют в себе соли, никого не трогают, поэтому никого и не врачуют, не воскрешают. Необходимо через постоянное обличение сделать слово свое более действенным». Вопрос. Идем дальше. 1 Карифонам 10 глава 9 стих. «Не стали мы скушать Христа». «Простите, это Роман. А вот по поводу язычников, что говорит апостол про язычников. Вот сейчас как бы люди говорят, ну мы же не поклоняемся идолам, ну таким вот, которые изображены, да, изображением там. А вот по сути они и дослужители, да, бывают вот. А как им вот сказать, они же вот, ну говорят, нет, мы не язычники, то есть это к нам как бы не относится. Вот. Вот так. Как это быть в этом случае? Ну, пусть расскажут о том, кому они поклоняются или чему поклоняются. Кто сказал, мы знаем, чему кланяемся, а они не знают. И вот спроси у них, чему вы кланяете, знаете или не знаете. Но они говорят, что... Это будет уже ясно, я так думаю. Но они говорят, что мы вот как бы ничему не кланяемся, то есть они говорят, что они не верующие. Значит, у них Бога нету, значит, они не верующие, раз ничему. Или, ну, кому они кланяются, что они скажут? Христу, расскажите мне о Христе, зачем, кто такой, кто для вас является Христом? Является ли он для вас спасителем от грехов, спасителем души, личного спасителя? Потому что, да, если вера евангельская, то иконы, они на своем месте. А когда нет евангельской веры, когда человек не рожден свыше, когда не знает Слово Божие, конечно, возникает вопрос, что эти иконы, они как идолы действительно становятся. Вместо Бога. Вместо. И людей, и апостола Павла божествляли тоже. В Афине, когда он пришел проповедовать, ему как к Богу, как к этому Зевсу поклонялись, и все. Так и здесь, у бабушки спросишь, а что за Троица? Ну, говорит, Никола, чудотворец Богородица, и Христоф, вот она Троица. То есть, можно сказать, что сейчас больше стало неверующих, так? Чем верующих. Раньше как бы были хотя бы верующие идолослужители, идолам верили, да? А сейчас они как бы стали... Почему? Они верят, что иконы исцеляют, к святой воде-то идут, к мощам-то идут. Посмотри, какие очереди. Я про тех людей, которые, ну, как бы, действительно, внешне не поклоняются никому. Как бы, вот так вот. То есть, и такого внешнего нет, жертвы не приносят, внешне. Как бы, так, ну, не видно, да? То есть, они явно это не делают. Ну, они явно, может быть, делают, там, сребролюбию кто-то поклоняется, кто-то там, у каждого свои. Не знаю, больше, к чему этот вопрос, больше или меньше, чем-то главный. То есть, как бы, вот, описывается в Евангелии, там вот, идолослужение, вот так, то есть, там складывается впечатление, что, как бы, апостолам немножко легче было, да, определить. Ну, вот, явные идолослужители, да? То есть, это грех, да? А если когда не явные, тут уже как-то сложнее, да, получается? Ну, получается, вроде как, да, сложнее. Определить таких. Да, сейчас нет, таких капищ, но про наши храмы, что в наших храмах воссядет антигрист, выдавая себя за Бога. Это до какого степени запустения нужно запустить наши храмы, что и пророчество будет, что в этих храмах позолоченных заходить будет невозможно. Невозможно. Почему? Либо вера неправославная, либо что-то был за право. Этот человек, который там говорил. Игнарь Тихонович, помогите разобраться человеку. Я не могу понять, а что непонятно-то, когда тут все по открытым текстам? Что конкретно? Выразить кратко. Вот если, значит, неявное воуслужение, это относится к этому тоже. Эти стихи все относятся к неявным тоже, когда человек, как бы, ну, явные жертвы не приносят, не говорит, что он, вот у него есть Бог, а на самом деле у него Бог есть. То есть, как бы он явно... Ну, написано, Бог щерева, Бог их щерева, слава их срами, а не мысят о земном. Он приносит жертву. Ему, говорит, приносят жертву и воздух, и земля, и вода. Как Златоуст говорит о богаче, и каждый день пишется он «блистательно». И одевался в порфировый сон, самое драгоценное материало. И где он оказался? Он потворствует в своей плоти, и он в рабах у этой плоти. А человеку вот это и не надо. Совершенно не надо. Он обыкновенный кусок хлеба, и даже вода. Хлеб и вода монашеская еда. Для тех, кто ручную пилит все время, для него, как хлеб толстой, говорит, 4 фунта мяса как раз к месту. А если этого ничего не делает, открыт только один клапан на блуд. И поэтому городские, говорит, тем и занимаются. Хочешь развратиться, езжай в город. То есть, для них идол это он сам? Он сам. Сам. Или жена, для жены все, что хочешь. Да я для нее, да я дети, да я за детей готов в то другое. Дети стали идолом. И жена хорошо, и дети. Но нужно знать меру. Сказал четко и ясно. Дети должны знать, что заходить нельзя в кабинет отца, если он у него есть. Он там занимается и молится. И стал молиться в это время, знает в это время, пришло, открыли. Вот мы пришли. А не так, что он никакой мужик-то. Лежит на диване, щелкает этим включение на телевизор. Жена зашла, так, машину на дачу. Встал, пошел, отвез, опять лег, лежит. Диванное христианство-то. Христианство-то это строгость, это экономия во всем. Особенно во времени. Во времени. Деньги-время, Деньги-время. Это неправда. Деньги можно вернуть. Время не уходит, безвозвратно утекает сквозь пальцы. А этому не приучили. А не приучили, ничего нет. Я как-то услышал, профессор с Америки приехал, в три раза больше берет уроков, чем другие. Как так? Оказывается, он дверь только открывает, он никогда не здоровается. Только дверь распахнул в аудитории и уже сразу говорит. А потом берет мел и продолжает. И уходя, последние слова слышит почти из-за дверей. Он знает как. И студенты его любят. Тут мы, говорит, учимся, болтать некогда, успевай. Никаной за счетки нигде не подпишет, если ты не достоин. Он такой, и он и других к этому приучает. Его выписали из Америки. Он говорит, а у нас по-другому никак нельзя, тебя задушат. Вот я слышал такое. Большое предприятие. И наконец оказалось, в компании требуется директор. Какой? Ну сказали, там высшее образование, в этой сфере, чтобы он работал уже. Нашлось. Четыре кандидата. И все у них как надо. Кандидатские степени. Последний на весы. На весы. На весы. На весы. И вот его взвесили, и он меньше всех весит. Все толстое чрево не рождает тонкие мысли. Если бы так-то делали. У нас хоть какой толстяк, и тощий человек в самолет, его везут. В Америке не так, говорят, взвешивают. Взвешивают. И ты поглотить будешь за свое сало, чтобы тебе меньше в рот попадало. Надо маленько прислушиваться, как у людей-то. Смиряю, порабощаю тело мое. Смиряю. Его надо порабощать. Давить. Не можешь? Ты скажи, могу. У меня все достаточно. Кости не переломаны, я не парализованный. Почему я должен лежать? Ты услышал, там нужда какая-то. Скорее сборы сделай, первую туда поспеши. Там на Украине, на Донбассе или где-то кому помочь? Храм сгорел. Дети брошенные. Да если ты желаешь, у тебя одна работа за другой, в затылок будут стоять, в очередь. А что я буду делать? Я пенсионер. Срам один. Это юность была такая. И поэтому под старость ничего нет. Он только знает, где-то что-то подыскивается, скрипит и скрипит. Старость написана сочно, свеже, мудра, все есть. И в старости сочный, плодовитый и свежий. Какие плодовитые? Ну какой? Репродуктивный возраст мужчина не определяется. Я родил вас с благовествованием. Если чем больше опыт, тем меньше ты будешь страдать от промахов. Господь будет показывать, что перед тобой за человек. Это настоящая уже пошла Христова жизнь. А так на одном месте стоит. Я знаю некоторых уже не один год. Он только путается и больше ничего. Какую бы яресь не нашел, уже туда полез. Там платят хорошо. Да как так? Да хоть ты завали золотом. Колдунам не иди. Не лечись. Хотя бы они тебе обещали и могли бы вернуть здоровье. Отпрыгни, как от укуса змеи, говорит Иоанн Златоуст. Да если ты христианин, то маленько думай, чего ты так себя распустил-то? Я эти слова говорил местному епископу. Он говорит, я посылаю священников работать, а они воруют. Да ты-то для чего нужен? У нас в Барнауле только, говорит, каждый пятый священник в епархии, сейчас я не знаю, устаревшие данные, это притом епископ был, запрещен служение. Конечно, не за Бога угодные дела. Другой раз слышишь, страшно сказать. Я в тюрьме все время сотрудничал после освобождения. И 17 лет в тюрьме сотрудничал, с тюрьмой сотрудничал. И там сидит иеромонах, Зосима. Ну, я решил что-то ему сказать, передать там бумагу или что-то ему. Эй, Мишка, иди сюда. Никакой он там и Зосима. А за что? К нему отношение самое нехорошее. За растление малолетних. Даже зэки, прожженные, ненавидят таких. Терпеть не могут. А у меня статья 190 прим, а ее никто не знает. А 190 оказал сопротивление там или стрелял в милицию, так уважение-то какое. Во, на милицию даже руку поднял и побоялся. А я как раз и боюсь больше всего в милицию. Отошел. Первый клип, 10 глава, 9 стих. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. толкование. Толкование намекает на то, что коринфяне, требуя знамений, искушают Христа. 1 Коринфянам, 10 глава, 10 стих. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Толкование. 1 Коринфянам, то есть от некой поражающей силы, числа 1337. Этим намекает им на то, что они среди испытания не имели великодушия, но роптали и говорили, когда же придет счастье, когда же минуют бедствия. И 11 стих. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Толкование. Устрашает их и в том случае, когда говорит, что это описано в наставлении нам, что и мы должны ожидать наказаний и тем ужаснейших, чем больших дарований мы удостоились. И в том, когда представляет им кончину века и объявляет, что вас обнимут муки не временные, но бесконечные после кончины. Ибо суд этот уже у дверей, потому что оканчиваются веки мира сего. 1 Кейфинам 10.12 «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть». Толкование. Опять намекает на тех, которые много надмивались своим знанием. Хотя ты и думаешь, что стоишь, однако берегись, чтобы не упасть. «Ибо сама твоя уверенность, что ты стоишь, показывает, что ты не стоишь. Тебе думается так, а на самом деле ты не стоишь. Но если и стоишь, то при гордости легко можешь упасть». «Вопросы?» «Все понятно вроде, да? Дальше идем. Игнар Тихонович, что-то добавить?» «Ну что добавить? Если у человека опыт есть, он понимает. Как только кого-то в чем-то осудил, несправедливо, в это же сам сразу впадешь. Это как закон какой-то действует. Чем объяснить? Не знаю. У нас было, вот мы находимся в русской православной зарубежной церкви, и свои от зарубежников нападали. Как только начинает нападать за наши связи с московской патриархией, мы знаем, он уйдет. Так и есть. Проходит короткое время, его уже нету. И это не только в этом. Потому что Господь так расположил нас все члены, чтобы мы наблюдали за собой, в первую очередь, глаза, руки, и видели, насколько я силен. Вот другой хорохорец, я говорю, а ты был там, где? Трудно. Ну, примерно, в тюрьме не был, сиди спокойно. Иначе нечего будет со стенки соскребать. Там каких только не было. Любого будут ломать и сломают. Сиди спокойно, не дерзи. А вот власть начинает там и президента, и клеймит. Я не могу ничего сказать, ты обречен. Тем более просто президент, я целую плеяду называю современных, больших людей известных, которые поднимали голос, все до одного умерли внезапной смертью. С чем связано, не знаю. Что, перечислить, может быть, кому-то? Где Немцов? По порядку, начните, которые выступали против-то. Илюхин. Суд начал от КПРФ, самый близкий помощник у Зюганова. Где Левашов? Где Петров генерал? Где этот Рохлин? Генерала я беру только где-то. Он тоже в программу поставил бороться. Я ни на что не намекаю. Я просто смотрю и смотрю. Валерия Новодворская, как ее называла этот, говорит, лягуша, она много страдала. Все, это какой-то пупырек на ноге в больницу. Все уже не вышло. Вот какое дело. Поэтому ты будь небессмысленным. Не рыпайся, как говорят, сиди спокойно. Молись, знай, каждый сверчок свой шесток. И тогда тебе Бог откроет такое поприще. Каждый день у тебя будут люди и в интернете и везде. И ты везде будешь нужен. А не просто я того похурел, отбросил, вышел на тропу войны. Ты понимаешь, против, говоришь, на тропу войны выйди. А ты воевал? Нет. Поражение готово. У тебя 10 тысяч, а у того 20. Проси прежде перемирия. Сел строить башню, говорит, а-то копейки нету. А христианство это не шутка, говорит Иоанн Златоус. Для многих из двух, говорит, вводящий других в заблуждение. Никакого подвига нету. А зачем? Я уверовал. На днях только одна такая. Я уверовал, мне не надо ничего. Это вы думаете делами спасаться. Я целую главу вторую послание апостола Якова дал. Она долго молчала, а потом ну что, мы даже все в Библии считать действительно от Бога, что ли? То есть у меня ничего нет. Я на одном сижу и ни с кем и никак. А это место она не может перешагнуть. Вера бесовская. Бесы веруют и трепещут, и ты даже не трепещешь. Ты маленько себя проскреби, как Солженицын говорит, по хребту. И ты себя вникнешь, тебе некогда будет другим заниматься. В тебя все динозавры, а не где-то. Отошел. Вопросы? Можно не по теме? Сейчас прошел. Можно мне задать вопрос? Да, согласен. Насколько опасно детям, маленьким, тесный контакт с бесноватыми людьми? То есть близкий контакт. Абсолютно вред большой. Ни под каким видом даже не подводить. Чтобы они не прикасались. Если издалека нечаянно увидели, то его отверни. Это ребенок. Мы считаем, когда в плен были взяты цари, то один из израильских вождей и говорит, порази их. А он стоит и трясется ребенок. А взятый в плен говорит, не по нему это работа. Ты меня пленил, ты меня и убей. Так и здесь. С бесом они не воевали, они не знают и не поймут. А прийти к ребенку бесу очень легко. Я собственным опытом говорю, не надо даже близко подводить. Все. Очень опасно, да? Да, чрезвычайно опасно. Даже для взрослого, если у тебя нет никакой силы. А я его там-то сначала сам начал бесноваться. У меня был близкий друг, герой веры, Устинов Александр Иванович, приговоренный к расстрелу, сидел в лагерях и вернулся, когда ну и в храме так называется крещение, праздник такой накануне, освящение Великой Воды Агиасма. Ну ей дают, а она не надо крещит, а потом сразу хватает, он чуть-чуть маленько ее бес отпустит, давай. А он стоит сзади-то про себя думает, молитвенник, выйди из него без силы Господа нашего Иисуса Христа. Она когда кончили, а она спиной стояла, она сразу повернулась к нему и говорит, Александр Иванович, он тебя нисколько не боится. Вот и все. Почему у него дара этого не было? Не было на изгнание. А сам это святой человек, я немало не сомневаюсь, что он в раю. Еще вопросы у кого есть? есть. Сити, можно я уточню? Вот просто к нам часто приезжает бесноватый один человек и даже не подпускать его к ребенку что ли получается или как? Не подпускай. Не надо. Не надо. Потому что ребенок может начать кривляться, подражать, а это вызовет обратную реакцию. А зачем подпускать? Благословение он дать может быть и не может. Может быть наказан за какие-то грехи. И зачем ему? Ты общайся с тем, у кого действительно есть чему поучиться. Благословение его получить. Да? Простите, перебил. Проблема в том, что это дед его. Не важно. Не важно. Пусть пока ограничит себя. Это вопрос другой. Детям сказать, что отец, папа, тятя, как очень болен, подходить к нему нельзя. То есть дети должны молиться там отдельно где-то. Но я свой опыт говорю. Я ни разу не видел в жизни, чтобы ребенок подходящий к бесноватому поимел пользу. Да и как он может иметь? Даже теоретически никак. К одним приходили, а оба ребенка маленькие. И она приходила монашка, она этого гладит, а другой подходит, там три года ребенка, она отталкивает, антихрист растет. Три года ребенку. И в самом деле и жизнь пошла такая, что сказать страшно. А этот умер как христианин. Иногда Бог это открывает. Я ни разу не видел, что было от этого польза. Святой человек какой-то подведи под благословение. Это делал кто? Ну Варфоломей, будущий Сергий Радонежский. Увидел там, за лошадями послали, видит инок стоит, ну в одеянии. И картина есть Нестерова. Он подходит и благословляется. А он сразу А у меня дома тятя, мама, вы зайдите благословите. Ребенок просит его. У бесноватого что ты можешь спросить? Как правило, как правило, в моей жизни встречались бесноватые все до одного. Сатана вошел во время сотворения греха. Разного притом греха. Поэтому берегите своих детей. И ему, когда он нормальный, сказать, старайся не касаться их. Не прикасайся. Ну, мир скажет, слишком дурная энергетика. Как говорят эти буддисты, черно-фиолетовый нимб, который не подается исправлению. Они только прогоняют таких. А они, даже те, которые совсем не знают христианства, и мусульмане так же относятся. Взрослый, конечно, должен молиться, не бояться его. Ребенок бессилен. Отошел. еще вопросы. Так, тогда продолжаем. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести толкование. словами кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть, устрашивая. Между тем, были такие, которые перенесли уже много искушений. Чтобы такие не сказали, зачем устрашаешь нас, мы претерпели много искушений и не погрешили, говорит, вас постигло искушение только малое и умеренное, ибо малое повсюду называется человеческим. Потом опять утешает, убеждая их взирать на Бога, который верен, то есть истинен и не солжет, ибо он обещал, придите труждающиеся и я успокою вас. Матфея 11, 28. Итак, он Христос не попустит вам быть искушаемыми сверх ваших сил, но устроит так, что вас постигнет искушение соразмерное с вашей силой. Даже и всякое искушение будет сверх вашей силы, если он не поможет и не сотворит облегчение искушения. При искушении, то есть облегчение, скорое и одновременное с приходом к вам искушения, так что при скором облегчении оно сделается для вас сносным. Ибо сказал, даст и облегчение так, чтобы вы могли перенести, то есть искушение вам покажется легким и посильным. Вопросы? Тут мне не совсем понятно, по логике бы вот этих людей, которые считали себя совершенными или доложертвами, невзирая на немощь братьев, ну, нужно бы их как бы напугать, и он впереди их, да, пугает, что берегитесь, чтобы не упасть, либо вы думаете, что стоите, на самом деле не так, а здесь как бы опять их в этом же состоянии, то есть, ну, вроде как не бойтесь, впереди говорит бойтесь, а здесь говорит не бойтесь, что Христос как бы даст вам искушение, но даст и облегчение, и вы все перенесете. Как-то вот не совсем мне понятно толкование со мной. Игнает Тихонович. Да толкование-то никакого не надо. Наш же просто всегда помнишь, что есть люди, которым намного труднее, чем тебе, и он переносит. И то, что нам кажется невыносимо тяжким, ты про себя скажи. Ну, помнишь, судьба человека Шолоха, он говорит, Ваня, мы сильные, мы все переможем. Ну, он сирота, этот остался, Андрей, это Соколов, и встретились, и теперь двое друг друга поддерживают. Если бы люди знали, что это допущено Богом и переносимое, то избегли бы миллионов суицида, самоубийств, не было бы. Они поняли, жить незачем, и незачем, и причин тысячи. Я как-то криминалистикой занялся одно время, даже не поверил. Существует 99, кажется, способов покончить жизнь самоубийством. И отравление, и прыгнуть, и сгореть, и самого себя взорвать, и заколоть, и харакир, и все. А способов для этого еще больше. Причин столько, а способов еще больше. А уверен, что ничего этого нету? Ну, что, что? Да, все, отняли. Благодарю тебя. Ну, вы понимаете, у вас детей казнят. Ну, и что? Ну, вспомни, 2 Маковейская, 7 глава, когда на семерых сыновей Соломея подводят сама Найшафот. Мать, да я ради детей ты не сохранишь и Бог дал, как у его Бог и взял. Мне сейчас Виктор Николаевич прислал фильм, я советую всем посмотреть. Он называется «Землетрясение 2016». Землетрясение в Армении было в 1988 году, когда 25 тысяч погибло сразу, в течение 11 секунд. И все это показано настолько зримо. Я даже в одном месте прослезился. И какие между ними были неурядицы, все ушло. А бандиты остались бандитами. Даже в этих развалинах продолжали убивать и грабить. Но самое непонятное было, писали советские, когда проезжали машины на помощь, ну, людей везли, то почему-то с той стороны приезжали даже, где Азербайджан, они с Азербайджаном за Карабах все воевали. Они поздравляем вас, столько-то вас убили. То есть горе невыносимое. А эти сидели еще и злорадствовали, махали такими непристойными знаками. Враг даже если попал в беду, и тогда посожалевай, чтобы он мог перенести, чтобы извлек нужное. У него погибли дети, близкие, и все погибло, все. И он на улице сидят, ничего нету больше. Не есть, ничего нету. А до этого показывают, как богато живут. С Тепанакер, там все города перечисляются. Землетрясение 2016. Тогда можно будет даже немножко побеседовать. Но беседовать что? Я это понял. Вот где искушение-то. Пожилые люди голову запрокидывают кверху, и только видно, что почему, Господи, это невыносимо. Выносимо. С Богом все переможешь. Мы сильные в Боге. А вот оно теперь не такое, как раньше было. А Бог увеличивает силу, подастся облегчение. Это надо говорить ребенку, вот это ему нужно. Это небольшое наказание. Потерпи, даже когда наказываешь его. Никогда рукой ребенка попутно сказать не бейте, ни за уши, ни за волосы. Только розгай, розгай, и вынеси его в другую комнату. И только редко-редко, когда явно, что он лжет, и не идет на покаяние, на сознание, а попутно сказать. Вот и все. Все тут непонятно. Точно даже понятно, если у тебя беды какие были. Жена Иова, она пошла другим путем. Тебе трудно переносить, и Бог смерти не дает. Похури Бога, и Он тебя убьет, и ты умрешь. Он говорит, ты как одна из безумных. Неужели доброе будем принимать? Ты радовалась, дети родились? Конечно. поздравляли отца, сын родился, а теперь все погибли в один день. Семь сыновей, три дочери в один день. Я раскапываю, землетрясение было, там вихрь нашел. Вот это похоже на то, что сейчас я говорю, фильм землетрясения. За все надо научиться славить, за все. Отошел. непонятно то было то, как увязать это с идолослужения. Впереди же речь апостола Павла говорит о сильных и немощных. Никак, здесь никакого отношения не имеет. Это отдельный стих. Совершенно к идоложертам нет. Нет, Игнать Тихонович, вы не правы. Дальше он говорит и так. То есть и так. Возлюбленным и убегать идолослужения. Гоняне, пока прав, не прав, ты испытаешь это. Этот стих надо заучить наизусть. И он говорит испытает тебя Господь. А испытание искушение. Мы смотрим где они были по Библии. Идоложертвенного какое подаст? Какое искушение? Ты сам искушаешься? Какое? Не веди нас в искушение. Искушение от Бога только двух видов. Ты знаешь болезнь и гонение. А все остальное от лукавого, от собственных помыслов. Это на все случаи жизни. Нападет Китай там ислам не имеет значения. Перенесем. Самая трудная не война, а пленение. Вот чего больше всего страшится душа. Если ты водил кого-то в плен, пойдешь сам. Все. Первое Калифином 10 глава 14 стих. Итак, возлюбленные мои, убегайте идолослужения. Толкование. Так как сделал им достаточный упрек, то теперь заглаживает его, называя их возлюбленными. Впрочем, он воспрещает им есть идоложертвенное не потому только, что это вредно для братьев, но порицает это дело само по себе, называя оное идолослужением и требуя скорого от него удаления, ибо говорит убегайте. Первое Калифином 10 15 Я говорю вам как рассудительным сами рассудите о том, что говорю. Толкование. Назвав дело их идолослужением, приписал им великое преступление. Теперь смягчает строгость своего слова и самих виновных поставляет судьями, что свойственно только тому, кто несомненно уверен в истине своих слов и говорит я не нуждаюсь в других судьях, вы как умные сами судите. Первое Калифином 10 16 Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова Толкование. Благословение, то есть благодарение, либо держа чашу в руках, мы благословляем и благодарим того, кто излил за нас кровь свою и удостоил неизреченных благ. Не сказал участие, но приобщение, дабы выразить нечто большее, именно теснейшее единение. Слова имеют его такое значение. Находящиеся в чаше есть то самое, что истекло из ребра Христова. И когда мы принимаем оно, то входим в общение, то есть единение со Христом. Не стыдно ли вам, Коринфяне, прибегать к чаше идольской от той самой чаши, которая избавила вас от идола? Что не претерпел Господь на кресте, ибо кость его не сокрушилась? Иоанна 19, 30, 36, то пребывает он ныне будучи ломим за нас. Ибо говорит, который преломляем. Слова приобщения тела Христова значат как то тело соединено со Христом, так и мы через этот с большой буквы хлеб соединяемся с ним. И 17 стих Один хлеб и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Толкование Пресим Пресим сказал приобщение тела, но имеющий общение с кем-либо не есть одно и то же с ним, а иное. Теперь объявляет больше и говорит, что мы это самое тело. Ибо что такое хлеб этот? Тело Христово. Чем становятся причащающиеся оного? Телом Христовым. Не многими телами, но единым телом. Ибо как хлеб из многих зерен делается единым, так и мы, несмотря на свою множественность, делаемся единым телом Христа. Почему и составляет единое? Как же нам не хранить любви и не быть посему в единении? Бог для того и дает нам свое тело, чтобы соединить нас и с самим собой, и друг с другом. Поскольку начальная природа плоти повреждена грехом и утратила жизнь, то Он дал нам свою плоть безгрешную и животворящую, но подобную нашей, дабы мы, причащаясь ее, сотворялись с нею и жили по возможности без греха. Аминь. Да будет так. Помолимся. Боже, 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 Богородицу, приснабложенную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнения Серафим, безыстрения Бога Слово Родшую, сущую Богородицу Товечаем. Да, Тихоич, молитесь. Всемилостный Господь и Бог наш Спаситель. Мы предстали перед Твоим величием. С высоты небесной презри на наше смирение пред Тобою. Мы благодарим Тебя за воскресный день, в который Ты позволил нам снова прикоснуться к Слову Твоему живому. Слава Тебе за тот день, когда мы услышали из Евангелия божественный призыв покаяться и следовать за Тобою. Хвала Тебе. И в чем мы не правы, исправь каждого из нас, дабы не постыдно предстать в судный день, и чтобы ангел провел нас по мытарствам и ввел навеки вечно царство Христа и Бога. Мы просим Тебя, Владыка, благослови Израиль, сохрани Твое наследие, и обрати его к себе, что упознали Тебя как истинного Бога, спасителя и мессию. Распусти нас с миром. Благослови болящих и брата Акима, Виктора, Сергея, Александра и всех Ты знаешь их. Простри к ним Твою благодейщую пронзенную десницу. Пошли им исцеление, если угодно, воле Твоей, Святой. Хвала Тебя за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С Богом до среды. Аминь, с Богом.